А что касается личных границ, мои хорошие, знайте, что это самое сложное в жизни. Сложнее ничего нет. Когда есть отношения, есть любовь, и пришло время трудностей, когда приходит тяжёлая судьба, люди обычно не справляются с этим, потому что они хотят только наслаждаться жизнью. Они не понимают, что когда приходит тяжёлая судьба, нужно в это время учиться самодостаточности, учиться побыть одному, учиться не зависеть от близкого человека, потому что эта зависимость разрушает отношения. Есть такой вид тяжёлой судьбы, называется жёсткая судьба. Жёсткая означает, что она сильнее нас. Все семьи рушат судьба. Не муж рушит, не жена. Рушит энергия, которая встаёт между ними. Между ними что-то встаёт, и у них всё разваливается. А это то, что между ними встаёт, не даёт им наслаждаться друг другом. Заканчивается холод в отношениях, появляется. Или сильная раздражительность, или разочарование в близком человеку появляется. Там действует судьба. Есть такой вид судьбы, он как учит. Вот, допустим, если вы пытаетесь прояснить отношения, лезете к близкому человеку, то вы обязательно разрушите семью. Вот, если у вас сейчас наступил такой момент в жизни, что каждая беседа, которую вы попытаетесь заводить друг с другом, заканчивается скандалом всегда, как бы вы ни говорили ласково и нежно, всегда всё заканчивается руганием, значит, вам в жизнь пришла жёсткая судьба. И принцип очень простой действия с этой судьбой. Надо просто переждать. Если вы не лезете к близкому человеку, а самодостаточным пытаетесь быть природой, как бы близкими, друзьями, подружками, как бы женщина должна иметь подружек, мужчина — друзей. Не женщина — друзей, а мужчина — подружек. Женщине не должно быть друзей. Подружки только должны. Вы это понимаете, о чём я говорю, или нет? Потому что, когда вдруг, это означает, что вы сокровенно беседуете с человеком. Вот женщина, если сокровенно беседует не с мужем, энергия любви утекает нафиг. Даже если вы с ним не спите, а просто беседуете сокровенно, ваша энергия любви — и всё. Потому что женщина любит муж, мужчину только через сокровенные беседы. Вот когда он её спрашивает, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, в это время просыпается её любовь к женщине. Не потому что он целует, обнимает. Нет. Она просыпается только в этой беседе у женщины. И женщине вот это очень нужно, чтобы её понял человек. Понимание очень нужно. Если она, это понимание, общается с другим мужчиной, считая его другом, просто друг, он же не муж, просто друг, то она теряет мужа. Потому что она не будет чувствовать любви от своего мужа. Понимаете или нет? Точно так же мужчина, если он беседует близко с другой женщиной, а не своей женой, то его энергия любви утекает другой женщине. Всё, жене не хватает, она не чувствует близости. Итак, жёсткая судьба. Что надо делать? Надо ждать, быть отдельно, жить отдельно. Ну не жить отдельно, можно жить вместе и просто выполнять свои обязанности, по-доброму относиться, не надо ничего выяснять. Не надо прояснять отношения. Давайте прояснять отношения. Психологи скажут, проясняйте отношения. Но делайте это по-доброму. Когда жёсткая судьба приходит, вы можете по-доброму прояснить отношения? Нет, потому что очень обидно. Она так действует, что ты обижаешься на каждое слово человека близко. А он на твои слова обижается. Потому что один твой вид только его раздражает уже. А тебя его вид только один раздражает. И поэтому вот так выяснили. Так действует судьба, жёсткая. И что надо в это время? Одной жене сказал, что пойду к другой жене. Той жене сказал, что к этой. А сам на чердак учиться, учиться и учиться. Или молиться, молиться и молиться. Понятно? А срок какой? Ну там бывает 3 месяца. Ну не больше 6-7 месяцев. Небольшой срок. Не такой, что прям 5 лет надо ждать. Ну то есть эта жёсткая судьба, она сама не разрушает отношения. У неё нет цели разрушить семью. У неё цель сделать человека самодостаточным. Потому что если человек не будет самодостаточным, то он всё равно разрушит свою жизнь. Близкий человек может заболеть или уйти из жизни. А ты к нему сильно привязан. И то тоже есть такой феномен. Один человек из жизни уходит в старость. Потом за ним следующий. Это значит, что они не получили от жёсткой судьбы никаких уроков. Надо учиться самому самодостаточным быть. Близкий человек, кто будет рядом, кто не будет. А надо учиться быть самодостаточным. Значит, ты уничтожен будешь в жизни. Человек только от Бога должен зависеть полностью. А близкому человеку служить. А есть ещё, дорогие мои друзья, ещё жестокая судьба. А вот эту вот судьбу вообще люди не хотят видеть и знать. И слышать о ней ничего. Потому что она страшная. Чем жесткая судьба от жестокой отличается, знаете? Вот жесткая судьба хочет вас самодостаточными сделать. А жестокая судьба, она ей всё равно. Она хочет, чтобы вы поверили в Бога. И всю жизнь свою отдали ему, чтобы молиться умели, чтобы предались Богу и не боялись ничего в жизни. Жестокая судьба учит человека умирать. Потому что момент смерти — это самый важный момент в жизни. В каком сознании человек бы не уходил из жизни, он потом в этом сознании остаётся. Это очень опасно. Ну, допустим, в прошлой жизни у вас в момент смерти вы очень сильную боль испытали от людей, от других. И отчаяние. И всю жизнь вас преследуют боли и отчаяние от людей. Всю жизнь вас преследуют. Но если бы вы в прошлой жизни испытали память о Боге, тогда вы вообще на земле бы не родились. Вы родились или в раю, или в духовный мир ушли. Понимаете, в момент смерти всё, что человек чувствует, он потом лейтмотивов через всю жизнь. Вот, допустим, у вас женщина вот в красном. Чего оборачивается? Вы? Да. Бордовый. Блин, я не могу говорить. Ну, у женщины она сильнее различает цвета. У ней там малиновый, бордовый, там, оранжевый, там. А у мужчины всё красное. Вот, бордовый, простите, бордовый. Вот. Вы в прошлой жизни ушли из жизни в депрессии сильно. Вы разочаровались в своей жизни. И в этой жизни, вот, всю жизнь у вас эта нить разочарования, вот, и депрессии тянется. Она всегда внутри находится. Вы чувствуете всегда, что всё как-то не очень так, как хотелось бы. Не вы, не вы, а вот перед вами. Вы. Да. Ну, бордовым, что я, мы с вами же решили. Вы не чувствуете, потому что к ней привыкли. Это называется пессимизм такой лёгкий. Да, моя хорошая. А перед этим вы не говорите? Перед этим я вам говорю. Вы не чувствуете, но это есть. Я это вижу. Я не могу отказаться от своих слов. Вот. Не могу отказаться от того, что Бог мне даёт знания, показывает. Итак, я к чему это всё говорю, не к тому, чтобы человека напугать. Я вам рассказываю, как прошлое жизни, как момент смерти сильно влияет на всю нашу эту жизнь. И поэтому человеку в момент смерти надо учиться помнить о Боге. То есть, кроме Бога никому не доверять до конца. Мы в этой жизни сильно надеемся на людей. На близких, на знакомых, на страну, на работу. Жестокая судьба приходит, и страна твоя тебя родная не защитит. Она приходит, и твой муж тебя не защитит. Потому что он уйдёт другой. Какие бы ты личные границы не выстраивал, жестокая судьба, когда приходит, она рушит человека, его жизнь. Онкология — это тоже жестокая судьба. Как определить, что жестокая судьба пришла? Вот Моисей принёс заповеди вот эти вот, да? Не убивай, не насилуй, не грабь, не изменяй, не порой человека словами своими. Эти заповеди все указывают на то, что когда это произошло, это значит, что пришла жестокая судьба. И ты простыми, обычными способами уже ничего не сделаешь. Допустим, муж изменил, это уже не та семья, что была раньше. Человек после измены уже не такой, как раньше. Ему надо раскаиваться, чтобы восстановить отношения. Если он не раскаивается, он считает, что всё нормально, значит, ваша семья уже разрушена, хоть и вы живёте вместе. И какие-то границы с ним не выстраивай, тебе ничего не поможет. Тебе поможет только предание Богу, потому что когда ты предашься Богу, он тогда будет раскаиваться, Бог его заставит. Понимаете, то есть жестокая судьба нужна для того, чтобы мы очень сильно научились предаваться Богу. И личные границы в этом случае означают, что я только верю, только Богу и всё. И вера Богу на самом деле, она, ну, вера означает вера. Вот есть три ипостаси божественные, которые, хотя бы одну из них, если человек освоил, он уже не пропадёт. Вот, допустим, если он верит в природу. Ну, когда ему плохо, он бежит в лес, допустим, или на поле, допустим, красивое такое, заснеженное. Он пропадёт тогда или нет? Природа его защитит. Знаете, это в силу природы. Если другая ипостаси божественная, Бог действует через людей. Верный друг, близкий друг защиту дают. Через друзей, верных друзей, Бог действует. То есть человеку плохо, он бежит к другу, и через друга облегчение чувствует, ему легче становится. Через природу облегчение, если ты веришь в природу. Что значит верить в природу? Давайте послушаем песню. Здесь невозможно понять. Ну, допустим, человек, его бросил, близкий человек бросил, женщина, и разбило его сердце. У него разбитое сердце. И слёзы текут из глаз. А он верит в природу. И он бежит, садится на сани и едет на конях попами. А можно погромче звук сделать? У организатора есть? Я не могу давать информацию. Мне нужно там поднять. Нет, нельзя. Спрашивайте. Вот свадьба падает. Какое было последнее слово на букву «Б»? И что с этим делать? Вот всё равно занимаешься, морешься. Вот летит на тебя машина, и вот оно опять устает. Слово на букву «Б»? Да. Бог. Ну, вот не Бог почему-то. Ну, это Ваша проблема. Нет, у многих так. Нет, надо предаться Богу в этот момент. Так, у меня не хватает высоты звука. Я жестокая судьба. Песня про это поётся. В обычной жизни такого не происходит. Обычно всё нормально. Мы все мягкие, пушистые. Приходит жестокая судьба, ты становишься скользким, вонючим. Вот. И никому не нужен. И ты тогда понимаешь ценность Бога в своём сердце. Ценность молитвы, святых людей, верных друзей, природы. Настоящую силу, которая несёт тебе удачу, ты понимаешь в это время. Или у тебя включается программа, если ты не хочешь это понимать, что природа тебя спасёт, добрые люди тебя спасут, и тебя спасёт Бог. Если ты хочешь всё-таки, чтобы Бог вернулся, или хочешь ещё чего-то там, чего не положено, тогда включается программа, которая очень простая, называется «Сдохни или умри». Если будешь сдох, это время, тогда умрёшь. А если нет, то сдохнешь. Вариантов нет. А? Вариантов нет. Или сдохнуть или не умрёшь. Да, поэтому один только вариант — это побеждать жестокую судьбу, означает память о Боге. Память о чистоте, о святости. Если Бога понимаешь как природу, беги на природу. Иначе включается эта программа, «Сдохни или умри». Если понимаешь, как верные друзья, беги к верным друзьям. Если понял, что Бог в храме, иди беги в храм. Никто тебе не поможет в это время, кроме божественной силы. И когда ты поверил в неё, всё возвращает Бог назад. Потому что цель человеческой жизни — приближение к Богу. Другого смысла нет в этой жизни. Высший смысл жизни — ближе к Богу стать на один шаг. И жестокая судьба, когда приходит, хоть выставляй границы, хоть не выставляй. Она тебя заставит этот шаг сделать, иначе твоя жизнь зря пройдёт. Поэтому жестокая судьба самая милостивая в этом мире. Так, ликвидные границы — это самые сложные, потому что человеку сложнее всего отказаться от того, что рядом. Ему хочется подойти, ещё раз сказать. Хочется объяснить. Хочется доказать. Если человек вам изменил, вы можете ему что-нибудь объяснить? Нет. Можете? Знаете, что... Почему Моисей принёс-то эти все... Это Бог там на камни вырезал. Представляете, Бог сам вот не поленился, взял на камни для нас, вырезал всё. Для чего? Чтобы вы поняли, что вот в обычной жизни мы живём как обычно. Но есть красная линия определённая. За неё никому нельзя заходить. Не пей водичку, козлёночком станешь, точнее, козлом. Изменил? Строить детей дома сидят. Страны беременны, они уже не могут находиться. Можно от вас получить неударение. Ну, сейчас, 20 секунд подождём. Да. У вас только есть один, у меня одна просьба. Пожалуйста. Вам придётся очень широко рот открыть. Нельзя выплёвывать сразу. Вот, всё. Отлично. Всё, сейчас. Женя, цветочек выберите, какой вы считаете ей больше всего понравится. Думаете, такой, да, понравится? Да. Всё. Идите. Спасибо. Итак, Моисей принёс заповеди для того, чтобы мы поняли, что в обычной жизни мы терпим, прощаем, ждём, заботимся, стараемся быть ближе, надеемся, верим, терпим в обычной жизни. Но есть ситуации, когда это не сработает. И очень важно эти ситуации разглядеть. Вот, допустим, близкий человек изменил. И он не раскаивается, он считает, всё нормально у него, он хочет с вами жить, как раньше, но он изменил. Он говорит, да, нормально всё, да, так получилось, ничего страшного. У вас будет нормальная жизнь дальше? Он зашёл за красную черту. Любовь уже не будет действовать. Бог не может в грязи вам любовь дарить, понимаете? Ваши отношения осквернились. И он должен или раскаяться, или у вас ничего не будет. Дальше. А если вы будете строить близкие отношения с этим человеком, близкие отношения, то вы будете обнимать раскалённую плиту. У вас унижение пойдёт в силу, как бы вы, когда будете стараться быть ближе к такому. Почему я вам рассказываю? Потому что этот феномен люди не знают. Вот вы к человеку этому пытаться будете ближе быть, а вам будет плохо, у вас унижение пойдёт, сердце у вас будет осквернение, вам плохо будет становиться, вас будет тошнить от этой отношения. Потому что когда человек зашёл за красную черту, вы не сможете с ним, как прежде, жить. Или он, допустим, решил отжать у вас жильё, зашёл за красную черту, собственность решил отнять. Тут из родственников. Вы сможете с ним, как раньше уже дружить по-доброму. Нет. Ему надо раскаяться, потому что когда человек заходит за красную черту, то он меняется как Личность. Он уже другой человек, вот до этого он был один человек, теперь другой человек. Внешне то же самое, а внутри всё это другой человек уже. И поэтому если он не раскается, вы не сможете с ним строить близкие отношения, поэтому ваши границы личные означают, что вам придётся побыть без него. Вам придётся принять этот факт и если вы этого не сделаете, а будете пытаться быть с ним, вы ещё сильнее разрушите свою семью. Ну, допустим, человек изменил, он никуда уходить не забирает, всё нормально, и вы пытаетесь с ним близкие отношения строить, всё ещё хуже будет, всё у вас развалится полностью. Потому что вы будете оскорблять себя, он будет превращаться ещё в большее дерьмо, когда будет с вами дальше отношение. У него поменяются взгляды на жизнь, философия, всё поменяется. Поэтому нужна дистанция, добрая дистанция и молитва за человека. Ждать, пока он раскается, не приближаться. если жена не знает, А? Если жена не знает, то есть не знает. Что если жена, что? Что не знает? А если жена не знает, об измене. она чувствует, человек чувствует, нет отношений, как старый, всё как-то плохо с человеком глядом. Знание есть и обрывается когда-то. Нет любви, нет верности, нет чистоты. Обрывается связь, нет отношений. Может быть, измена есть, может быть, нет, может быть, жестокая судьба пришла. Надо следить за отношениями. Надо понять, что измена означает, что Бога не хватило в отношениях. Вот вы вместе живёте друг для друга, знаете, что эта жизнь, она очень опасная. Если вы в доме не культируете духовную жизнь, нет алтаря, нет просвечённой пищи в доме, нет духовной музыки, нет фильмов про святых, значит, тогда ваша жизнь потихоньку катится в пропасть, потому что ваша влюблённость друг к другу падает, искренности в отношениях ещё не хватает, совесть является гарантом семьи. Вот мужчина почему жену не бросает? Что, думаете, девушки некрасивые вокруг? Вы самые красивые, что ли? Да? Это или вы зерк? Почему не бросает? Пока у мужчины есть совесть, контакт с Богом в сердце, он не бросает. А когда у него будет контакт с Богом? Когда у вас в доме Бог? Я такой видосик видел, кошки берут, дают пищу и ведут её на Коран, раскрытая книга Священного Писания, и она обходит Коран, не наступает на него, идёт за пищей, но обходит Коран, не наступает на Священное Писание. Представляете, кошка не встаёт на Священное Писание ногами, потом букварь обычную книжку кладут, и она пошла по ней. Даже кошка чувствует Бога. Неужели ваш дурак не почувствует, если будет алтарь? Алтарь дома, всё, совесть включается в мужчину, он не будет изменять. Если вы искренне слушаете Богу, он как к вам относится, он увидит девушку красивую, ему она понравится, она на него смотрит, он на неё смотрит, вроде бы начинается новая жизнь, но он вспомнит про вас и подумает, она святая у меня, он так увидит вас, как святую, и подумает, нет, я не буду бросать эту женщину, она святая, я не могу так с ней поступать. Понятно? так Бог защищает женщину, чистая память, светлая память о человеке возникает. Поэтому очень важно понять, как правильно организовать свою жизнь. И всегда надо учиться самодостаточности. Личная граница означает, что ты счастье, учишься быть самодостаточным, счастливым внутри себя. Начал зависеть от счастья, допустим, не могу без мужа находиться, не могу без мужа, скучаю. Это опасно. Вы скучаете, а он в это время наглеет. Не верите? Вот допустим, вы, когда маленького ребенка воспитывали, же знаете, что происходит. Вот вы к нему привязались, а он что начинает делать в это время? Этим пользоваться, манипулировать. Допустим, он видит, что мама привязана, он требует все, она бегает за ним, она бежит, он манипулирует ей. Чуть не так, скажем, прибежал, раз, молча, вылезает. Она думает, ты же плакал только что, что ты уже смеешься. Это манипуляция. Он просто хочет, чтобы мама прибежала, и он поэтому так себя ведет. Что думаете, муж не так будет себя вести? Вы, допустим, по нему скучаете, он сразу так или нет? Все люди, когда к ним привязываются, портятся. соленые огурцы в банке почему портятся? Они когда на открытом воздухе, без холода, на открытом воздухе они киснут таким вот, становятся невкусными. Так и человек, когда он видит, что к нему привязано, он портится, он становится невкусным. Настоящая любовь — это служить. Чего вы не помните еще? Скучать — это зависеть, это не любовь, это зависимость, эксплуатация любви. Есть эксплуатация, есть служение любви. Разницу не чувствуете? Служение любви означает просто дарить. Я просто не искусывала, когда вы понимаете, что вы дарите, скучаете, потому что вы не проникаете. Не скучаете, если вы самодостаточны и всегда слушаете близкому человеку, тогда вам зачем скучать? Скучает, когда человек сам ничего не делает, тогда он скучает. Если вы заботитесь и получаете, вот смотрите, что значит скучать? Вы хотите энергию от человека получить? И отдавать ее там, куда-то в пространстве. Это неправильный образ жизни. Правильный образ жизни — энергию от Бога получать. И отдавать близким людям. То есть вы скучаете по Богу, а людям отдаете. Вот это правильный образ жизни. Скучать по человеку и потом непонятно куда отдавать, потому что Богу это не надо. Это неправильный образ жизни. Понятно? Вы берете от Бога, отдаете человеку. Вы самодостаточны, вы помолились, берете от природы, даете всем своей семье. Вы из природы пришли, счастливая природа что дает человеку? Дает здоровье, дает ему хороший характер. Характер что дает? Психологи дают характер? Нет. Характер дает природа. Когда человек в воде посетил, он спокойным стал. Это характер. Когда человек на свежем воздухе пробежался, он стал терпеливым, крепким, твердым, выносливым, волевым. Когда человек на солнце побыл, он станет жизнерадостным. Это характер. Когда человек жизнерадостный, спокойный, оптимистичный, волевой, это характер. Это природа дает, это энергия природы дает вот эти вещи. Понятно? Социум что дает? Вот если ты служишь людям, любишь их, помогаешь им во всем. Социум люди что дают? Вот люди, что человеку дают? Все энергия, что они дают? Они дают тебе деньги, славу, власть, дают тебе жену, мужа, детей. Они дают тебе все, что связано с жизнью в социуме. Все ты получаешь от любви к людям. Кто такой социально сильный человек? Это человек, который много пользы людям приносит, поэтому он социально сильный. Если человек ничего для других не делает, он что-то будет иметь? Нет. Почему ковбой Джонни уломимый? Вот он прелесть, качет, неуловимый. Почему? Потому что никому не нужен, поэтому он неуловимый. Если вы всем нужны, то у вас будут деньги, будет власть, будет слава. Будет жена или муж, человека одиноким не будет, если он очень нужен людям, обязательно он женится. Будут дети. Все это отдают люди. Характер дает природу, хорошее настроение, энергию, здоровье, все дает природу. Природа. Работоспособность хорошую дает природу. А Бог что дает человеку? Бог дает ему возможность жить счастьем. Потому что тебе ни природа не даст счастье полное, ни люди. Если ты не будешь знать, как с этим совсем обращаться, счастья не будет. А знания, как жить правильно, дают Бог. И первое самое знание, запомните его, самое первое знание, это когда человек, с одной стороны, всем всегда хочет помочь, а с другой стороны, ни в ком не нуждается. Но при этом он не отказывается от любви, от отношений. Если вы достигаете хотя бы капельку этой степени, ваши личные границы никогда никто не нарушит. Вот, допустим, человек начался вести плохо с вами, вы от него на другой берег любви ушли. Легкая разлука, это не значит, что надо вообще свалить. А просто не разговаривайте с ним близко. Готовите, убирайте, стирайте, близко не разговаривайте. Он говорит, что ты, почему ты со мной так ласково, как раньше себя не ведешь. А вы говорите, нет, все нормально. Правду ему не говорите. Пусть сам поймет. Потому что в любви нет возможности сказать правду. Должен сам понять. Он говорит, нет, нет, все нормально. И подальше от него. Он говорит, может быть, я что-то не так сделал. Он начинает думать. Может угрожать. Я тебя вообще брошу. Ничего страшного. Не поддавайтесь на провокацию. Что если он так думает, значит, он и так бросит. Вы не сможете унижением, вы не сохраните семью. Сначала он угрожает, потом подлизывается, потом искренне начинает все вести. Искренне ведет. Можете по-доброму сказать, вот лучше так не надо. Аккуратно, по-доброму. Не то, что вы дождались искренности. А теперь я тебе сейчас, пожалуйста, скажу вам. Не, не надо. Не надо ядом травить близкого человека, ядом своей правды. Надо очень мягко, подобно. Как будто ничего не происходит. Всегда ведите себя с близким человеком, как будто ничего он не творил. Даже когда он изменил, вы по-доброму на дистанцию. И он будет склонен раскаиваться в это время. Если он раскаивается, чуть ближе. Но вы все равно не можете полностью близко с ним соотношение строить. Потому что это возможно только когда Бог простит. А когда Бог простит, вы в сердце это почувствуете, и все, и можно опять ближе быть. Бог когда в сердце простит. А если Бог не простит, вы не сможете быть ближе. Поэтому раскаяние — это путь целый. Человек должен Богу доказать в вашем сердце, что он больше так не будет. Один мужчина мне после лекции говорит, Олег Геннадьевич, я вот много чего понял в лекции, но мне ни одна вещь непонятна. Говорит, я... У меня жена вообще не то, что изменила, а вообще ужила в другом мужчине. И я ее возвращал по вашим лекциям. Молился, все делал как надо. Мы прошли путь определенный, она вернулась к нам. Она со мной уже живет. Но простить я ей не могу полностью. Она вернулась сюда, но простить полностью не могу. Я ему говорю, вы не можете простить, потому что вы осквернены. Я говорю, обычный человек всегда прощает. Он говорит, ну помогите мне, Олег Геннадьевич, простить. Я не хочу быть оскверненным. Вот я не знаю, что я такого сделал, что я не могу простить. Я говорю, пусть жена отойдет. Я говорю, есть два варианта, когда изменяют. Один вариант, говорю, я ему рассказываю. Один вариант, когда человек изменяет, ему изменяют, и он узнает об этом. И тогда тот человек, который изменил, он плохой. На него обида там, все, он плохой. Я говорю, а второй вариант, когда человек изменил, и об этом никто не знает. И тогда кажется, что он хороший, этот человек. Но его отношение к близкому человеку не может быть уже благородным. И он смотрит на меня такой. О, Олег Геннадьевич, все, я понял, все, я простил. Ура! Понятно? Поэтому начинай с себя всегда. Разберись сначала, что у тебя там, ты сам как себя ведешь. Потом с другим человеком надо больше разбираться. А? Можно ли до конца разобраться со собой? Надо стараться. Так, мандарины все прибывают. Я понял. Итак, мы с вами изучаем тему личной границы. Вы должны понять. Она — это очень сложная, бесконечная тема. Вы должны понять самое главное. Что никогда не обижайте своих близких людей своими границами. Границы означают, что ты по-доброму себя ведешь, но отходишь на расстояние, если близкий человек тебя перестал уважать, перестал ценить. Если бы ты будешь близко к нему относиться, находиться в это время, твое сердце будет разрушаться, ты будешь страдать, тебе захочется с ним ругаться. А это неправильно. Если в любви есть просто встреча и разлука, и вы не имеете права нарушить этот закон. Если близкий человек чуть-чуть обнагрел, немножко разлука. Если он ведет себя лучше, искренне о встрече. Понимаете, вот это и есть лишние границы. Просто следите за отношениями. Если отношения идут не туда, чуть подальше. Но подальше не означает не служить человеку, не заботиться. Это означает, что близкий к отношению, надо приближаться к человеку в отношениях или отдаляться. В зависимости от его правильного поведения, в зависимости от его искренности. А сейчас у нас уже время скоро закончится. Я бы хотел вам немножечко рассказать о том, что будет завтра. Завтра вы увидите то, что никогда и нигде не видели. Это будет завтра. Это шутка. Но может быть и не шутка. Завтра у нас будет ретрит, победа над судьбой. Это попросили меня организаторы здесь провести. Это будет впервые, да? Да. Здесь никогда не было. Это необычное мероприятие, после которого никто не остается равнодушным. Ни один человек не уйдет отсюда без чувства, что он попал в какую-то другую реальность, что он побывал в каком-то чудесном мире, которым он, может быть, никогда в жизни раньше не был. Будет звучать очень громко, будет звучать... А мы здесь аппаратура вообще, я не позволяет? Громко. Да. Половиня же только, кто же попал. Да? Потому что если не позволяет, мы не сможем повести. От звука сильно зависит. Будет звучать православная музыка. Очень громко. И мы будем повторять очень медленно. Аллилуйя. Я вам расскажу, как побеждать судьбу с помощью молитвы. И мы потом целый час в неподвижном положении тела будем это делать. Поэтому надо с собой принести коврики. Вот вы будете садиться на полу. Это уже не лекционное. Сначала будет настройка, потом час молитвы, потом разбор полета. Стульчики тоже неплохие. Вот если нет вот этих спинок по бокам, то можно даже какие-то там статические упражнения на них делать. Что-то можно делать. Но у нас стулья убираются, поэтому, может, мы освободим больше пространств, чтобы вы больше поместились на полу именно. Потому что можно будет вставать возле стеночек, можно садиться на пол. И в неподвижном положении тела 65 минут мы будем ретрит проводить. Кто из вас участвовал в таких ретритах онлайн? Вот это будет 10 раз сильнее, если вживую. А кто из вас смотрел вот такие ретриты, видел видосики? У нас на Ютубе есть. А кто вообще не понимает, о чем я говорю? Отлично. У вас все впереди. Пожалуйста, знаю точно, что если вы не придете, вы пожалеете потом. Потому что люди вам об этом скажут. Вы его знаете. Поэтому обязательно приходите. Коврик, если... Ну так, чтобы удобнее было сидеть. Ну, на полу же холодно. А, допустим, вы не хотите сейчас на полу сидеть. А может, вы захотите потом. Поэтому лучше всего одежду такую женщину, чтобы можно было там сидеть. Да? А? На коленях. На коленях, может быть. Или сидеть на полу. Ну, то есть лучше всего такую спортивную одежду, чтобы удобно было. Потому что если короткая юбка, женщина хочет в позу бабочки съесть, то уже неудобно. Некрасиво будет. Да, это важно. Так правильно все организовать в этой ситуации. Какие у вас вопросы? Вот что вы не получили на лекции? Что-то вы ждали, не получили от меня? Что вам непонятно? Да? А здесь человеку уже природа не помогает расслабиться. Природа всегда помогает. Просто вы не знаете, как она должна помогать. Вот. Вот, рассказывал, как меня когда-то все скручивают. Потому что он всегда вот ездил и всегда расслаблялся. Но природа бывает разная. Вот, допустим, некоторые только ходить любят. Есть разные способы. Например, просто сидеть в воде – это один способ. Делать статические упражнения – это другой способ. Контакт с природой. Длительное движение – третий способ. Пост – четвертый способ. Уехал, вот ты просто на природе находишь, она тебе не поможет. Природа помогает, когда ты на ней совершаешь аскезы. Чем старше человек, слушайте меня, чем старше человек, тем меньше всасывается энергии природы сама по себе. У детей она всасывается, как губка. А взрослому человеку надо ее в себя втаскивать, всасывать с помощью аскез. Вот когда человек не двигается, он пробивает блоки энергии воды, где нехватка энергии воды, вот эти зоны пробивают. Когда человек в воде сидит, он всасывает в себя воду. Когда человек на свежем воздухе идет, он одновременно всасывает в себя энергию воздуха и пробивает блоки. Ну, то есть, если человек просто находится на природе, ему не поможет. Нужно делать все как положено. Просто одного ходьбы недостаточно. Нужно в воде сидеть, статические упражнения делать. Есть разные виды напряжения. Вот у вас главное сейчас напряжение – это статическое напряжение. Это нехватка энергии воды. Вам надо в бассейне сидеть, статические упражнения делать, а потом только ходить начинать. Если вы сейчас пойдете, у вас все воспалится. Поэтому я и говорю, все делайте по науке, изучайте, методичку читайте, все делайте правильно, и тогда будет все нормально. Человек не может не вылечиться природой. Даже если человек очень больной, он постепенно природа его вылечивает. Я налетался в самолете настолько, что у меня поясница, когда начала лечиться, она у меня пробаливала, вот позвонки все там, крестец, кости таза. Три года ныли. Я думал, наверное, уже все. Они никогда не вылечатся. Три года, представляете, ныли. После каждой этой пробежки ноют, ноют, ноют. После статических упражнений ноют. Все прошло. Ничего не ноют. Все отлично. Я бегаю в проруби, сижу, ничего у меня не болит, не ноют. Может, все стерлось? У меня просто друзья говорят, у тебя коленные чашки болят, значит, стираются. Потом придется менять. Ты уже в возрасте, у тебя ничего не восстанавливает. Я продолжаю бегать, у меня колени перестали болеть. Голеностоп перестали, поясница прошла, все восстановилось. Так действует природа, она дает энергию, ты в организм заводишь, все восстанавливается, все вылечивается. Даже в возрасте все вылечивается, не то, что у молодых людей. Поэтому учитесь правильно жить. Вот, допустим, я в воду в ледяную захожу, в прорубь. Рядом молодые ребята стоят, вот так вот трясутся. Я стою, мне ничего не дергается. Может, я уже, как бы, меня отшибло? Почему у меня ничего не дергается? Как вы думаете? Блоков нету, у меня легкость внутри. Я нормально переношу ледяную воду, потому что у меня тело, оно моложе с точки зрения отношений с природой. Внешне, кажется, человек моложе, а внутри у него там полный бардак. Понимаете? А если все нормально, то он вообще не парится. Как понять, что ты идешь правильно, правильно? Ты именно легко чувствуешь? Сердце спокойствия. А вот если нет этого спокойствия, значит, ты идешь не туда? Если нет спокойствия, значит, вы что-то в жизни неправильно не доделаете. Вау, вроде бы все такая счастливая, а иногда раз, и вот боль. Вроде все-все делаешь правильно. Легкость появляется. Значит, Бог вам показывает, что вы еще не достигли глубины. Значит, судьба тяжелая выходит из сердца, становится плохо. Это лучше, чем когда тебя бьет по башке снаружи. Когда человек работает над собой, ему как Бог подсказал, что тяжелая судьба? Изнутри. У него на сердце тяжесть, все вокруг нормально, а в сердце тяжело. Это значит, что тяжелая судьба не действует наружу, она действует внутри, тебя предупреждает, ты промолил ее, и все нормально. Вновь опять нормально? Так всю жизнь будет, потому что новые грехи выходят, новые. А может быть старые, которые... Да, конечно, новые, это и есть старые. В основном нет. Мы не можем так много накопить в этой, чтобы прямо так сильно толпануло. Ну, бывает человек, сколько подрезал, сколько перерезал, сколько душ невинных забудет. Ну, бывает, когда в этой будет колбасить. Ну, в основном люди страдают из-за прошлых каких-то, да? Олег Геннадьевич, здравствуйте. Хочу сказать всем большое спасибо вам за ваши лекции. Больше 10 лет с разной интенсивностью удается их слушать. У меня вопрос следующий. Как вы считаете, существуют ли предназначенные друг другу люди? И можно ли, скажем так, расстаться, потому что два человека были незрелых, а потом, спустя несколько лет, развиваясь, стремясь к влогу, становясь более зрелым, сойтись и создать крепкую, счастливую силу? Вы что-то запутаны очень, говоря. Вы расстались с человеком, хотите сойтись? Получается так. И он хочет с вами сойтись? Сейчас мы не общаемся. Ну, а если он не хочет, как вы сойдетесь? Мы приоритетически общаемся. Он хочет или не хочет? Он не озвучивал. Вот запомните, женщина, такую вещь. Если мужчина чего-то хочет, это видно сразу. А если он не озвучивает, значит, не хочет. И не надо себя те же иллюзиями. Понятно? Потому что, когда мужчина чего-то хочет, он всегда добивается, потому что у него такая природа. Вот женщина, когда чего-то хочет, она всегда молчит. Она показывает, что она хочет, но он ничего не добивается. А мужчина должен добиваться. Если он не добивается, значит, вы в иллюзии находите. Вы сами себя обманываете. Это очень опасно. Можно вообще одной остаться. Потому что женщина, она не может всем сразу принадлежать. Она настраивается, как антенна на одного человека. Все остальные отваливаются в это время. Поэтому, если вы настроитесь на одного, одна останетесь. Если он не хочет с вами. А вы его не заставите, хоть убейтесь. Благодарю вас. А насчет не хочет он... Просто он действительно, он правда не проявляет это явно. Чтобы действительно, чтобы мы были вместе. Ну, говорит, но это все только слова. Благодарю вас за ответ. Нет, ну, если он говорит... Может, у нее тяжелая судьба в это время. Если он говорит, я не хочу, чтобы мы были вместе, допустим. Может быть, сейчас тяжелая судьба. Важно, чтобы он хотел. Бывает, что он не может в это время. Но если он ничего не говорит. Просто типа поболтали и все. Тогда, значит, не хочет. Вот и верю. Но вообще, если мужчина чего-то хочет. То вы всегда ему можете помочь. Вы же женщина. Можете с ним ласково поговорить, потом не говорить. Раскачивайте его. У нас разделяет очень большое расстояние. Просто действительно, и сильные перемены в его жизни. Перевест, еще другую страну. Возможно... Как определить, что у человека... Ну, приедьте к нему в гости. Что определять? Взяла, приехала. Разбираться с мужиком. Что определять? Я не хочу, я хочу, чтобы он сделал. А вот если вы с ним пожили уже вместе, да? Нет, мы не жили вместе. Мы общались и решили сыграть с мужиком и пожениться. А потом резко мне все пошло наперекосяк. Из-за чего? Я не могу и так сказать вам конкретно, потому что было много фактов. Вообще, я не готова сейчас на публику, наверное, на сегодняшний раз. Песня про бабок-ежик поставить. Мои дорогие друзья, женщины, поймите, что есть зрелые мужчины, есть незрелые. Если мужчина незрелый, он не добивается, не достигает. Ну, чего толку нуждают? Ваша зависимость от человека – это очень опасно. Женщина никогда не должна отдавать сердце чужому человеку. Ошибка заключается в том, что женщина отдает свое сердце, а человек не заслуживает. Лучше думайте о Боге, молитесь и станьте самодостаточными. Если ему что-то надо, он будет добиваться. Если не надо, тогда, значит, слушаем песен бабки-ежки. Я выключал вчера? Вы были, слушали? Пошла я за водой, вижу, черт идет за мной. Думала мужчина, что за чертовщина. Плюнула на плешь ему и послала клеешь ему. Чем мужчина от человека отличается? Мужчина добивается отношений. Пытается забрать девушку в дальние края. А если он чертовщина, то ему что-то мешает все время. Плохому танцору всегда что-то мешает. Хорошему человеку мешает. Благодарю вас. А если говорить, то не делать? А может, знаешь, что он приел? Ну, мужчина должен добиваться. Если он не добивает, значит, что с ним делать? Ладно, все. Понятно, нет? Есть еще вопросы? Понятно? Очень хорошо. Вы достойны большего. Покажите ему свою женскую силу. Если никак не среагирует, значит, он очень очень важный. Покажите. Вы такие же, что все понимаете, все шутки, молодцы. Ваши вопросы? А если мужчина делает предложение, а сам меняться не хочет? А вы ему помогите? Ставьте условия. Нет, но... Ставьте условия. Женщина может поменять. По выбору отношений год я спустя год только узнала, что он запомнил. Почему не хочет запомнить? Ну, а может, не может. Почему не хочет? Есть те знания, допустим, запой означает блок на пятом слое нехватка энергии воды, статическое напряжение. И человек, когда блок на пятом слое, вот эта вот энергия воды блокируется, то у мужчины возникает отчаяние сильное внутри. И это отчаяние побеждается или тем, чтобы гулять, допустим, или выпивать. Есть какие-то виды поведения, которые как-то облегчают жизнь. А ему нужно просто в воде находиться, статические упражнения делать. То есть вам надо методичку почитать, самой начать это делать, посмотреть, как это действует на вас, ему это знание передать. Если он начнет это делать, он вылечит этот алкоголизм. Это означает срыв психический, он не может выдержать напряжение просто. Понятно? Но пока человек в заполе уходит, нельзя за него замуж выходить. Вообще понятие гостевой брак. Слушаем многие ваши лет... Гостевой брак, это когда ты банку с медом лежишь снаружи. Женщина не может от чужого мужчины счастье испытывать. Мужчина испытывает, женщина нет. Вот гостевой брак для мужчины, это значит, что он чужой мед жрет. Своровал и жрет чужой мед. А женщина лижет банку снаружи с медом. Она вообще ничего не ест. Потому что женщина может испытывать счастье только от своего мужика, который расписался с ней, отдал ей свою жизнь, взял ответственность за нее. Тогда она расслабилась и стала счастливой. А что она будет... Какое счастье у нее от чужого мужика? Который замуж не взял, ответственность никакую не взял. Он чужой. Как вы с ним расслабитесь? Как вы будете счастье испытывать? Вы подумайте. Будьте банку с медом лизать снаружи. Испытаете вкус меда, нет? Нет, ну я не в конкретной процессе ситуации. Потому что вот есть вот такая проблема и приходится... Да, бывают женщины-одиночки, бывают женщины-одоночки. Одоночки. Я говорил, что не один... Хотел сказать одиночки, сказал одиночки. Это нормальная жизнь, нет? Нет, это не нормальная жизнь. Ну и все, и что с тобой? Просто задумываешься вообще... Как бы... Зачем тогда этот человек встретился? Это надо что-то пройти или... Ты для чего... Для чего ты ему дам? Запомните, всегда мужчина-женщина встречается только для одной цели. Чтоб она его сделала лучше.